Сельское хозяйство – одно из самых успешных направлений развития Аликовского района. В первом полугодии производство мяса и птицы увеличилось почти на 11%, молока – на 6%. Какие еще достижения у муниципалитета, временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев уточнил в ходе рабочей поездки в Аликовский район. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши рассказал, что объем господдержки аграриев в этом году увеличен до 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Средства перечисляют своевременно. Возросла и активность селян. К примеру, в сельхозкой оперативе «Новый путь» открылась молочно-товарная ферма. Хозяйство из года в год наращивает производство продукции животноводства, получает стабильный урожай зерновых и кормовых культур. Очень много сделано в Аликовском районе для социального развития. К новому учебному году в Чувашской Сорминской школе открылась детсадовская группа. «Воспитатели имеют свою соответствующую квалификацию, и родители будут уверены в том, что дети находятся в безопасности. Мы обязаны обеспечить безопасную среду и для детей, которые в эту группу будут ходить, и для школьников. Это во-первых. Но и с другой стороны, хочу отметить, те родители, которые хотят идти на работу, у них появляется возможность идти, трудиться и зарабатывать». Новая группа рассчитана на 25 мест, и это решит проблему дошкольного образования маленьких жителей Чувашской Сормы. Всего же за последние пять лет в Чувашии создано более 20 тысяч мест в детских садах. Задача этого года – еще две тысячи. Вторая программа, в которой успешно приняла участие Чувашская Сорминская школа – ремонт спортзалов. На его обновление направили более миллиона рублей. Еще полтора миллиона с лишним вложили в реконструкцию по программе «Доступная среда». В новый дом переезжают многодетная семья и 16 семей из аварийного жилья. «На днях, наверное, через недельку, другую откроем, сдавать будем еще один дом, 54-квартирный дом. Там тоже новоселы будут, 34 переселенца из ветхоаварийного, там 6 детей-сирот тоже получают. Вот на эти два дома у нас ушло 54 миллиона практически». В день села Валикова открыли и новую асфальтированную дорогу по улицам Молодежной Цветочной, осветили храм Успения Пресвятой Богородицы.